Начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказании, делающему злое. И потому надо бы наповиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Эту цитату из Нового Завета отец Игорь часто читает прихожанам. По его словам, она хорошо иллюстрирует события, происходящие сегодня в Киеве. Говорит о том, что представители правоохранительных органов носят оружие, имеют право и должны это делать, потому что они охраняют законность. А те, которые берут это оружие, не имея на это права, вот они как раз и совершают злое. В этом храме ежедневно молятся о тех, кто защищает порядок на Майдане в Киеве. По выходным проводят божественные литургии. Читают также специальную молитву, посвященную миру в Украине. Мы молимся за всех верующих, за то, чтобы мир опять подсалился и кровопролитие прекратилось. Светлана Давыдова приходит на службу в храм каждый день. Женщина молится о здравии тех, кто сейчас в Киеве. Поэтому мы, как православные христиане, молимся о мире и покое в нашей стране. Я работаю в железнодорожном цехе. У нас каждое утро идет молитва. Остановить кровопролитие, освободить административные здания и заключить мир в стране – такова позиция православной церкви. Стараться этот конфликт, эти отношения, в данном случае, во всех остальных своих проблемах, семейных, будь то каких-то других, старственных, любого масштаба, решать по христианским принципам. К происходящему столице относятся негативно не только православные священники, но и представители других конфессий. Так в Римско-католической церкви богослужения проводят дважды в день. В Киеве идет противостояние между народом и властью. Также дополнительно молимся о мирном решении этих всех вопросов, потому что война никогда не приносила благополучия ни одной стране. На фоне очень тяжелый случай, который был вчера. Мы читали сегодня утром и в ближайшую субботу, когда придет служба, мы читали специальные поминальные молитвы в душах милиционера и людей остальных, которые погибли. Священники призывают всех жителей региона молиться о мире и здравии тех, кто сейчас находится в Киеве. Инга Лапикова, Артем Молчанов, Панорама.